хотел по поводу статификации получить от вас совет методика статификации на земле как вытенкова или холодильнике как вы практикуете что предпочителю почему есть одна тонкость вот это кстати его фотография что предпочитать его два раза методики вот статификация до земли она естественная у нее свои плюсы минусы мы столько раз проходили так а почему я предпочитаю холодильник знаете меня уже если у нас еще один южанин сочи да вот мне очень приходилось его буквально каждый человек и пытаюсь своим подходом что-то убедить ну вот считай что не нравится не делай и делай по-своему вот и вот а в сочи посадишь а там нет зимы я думаю он у меня купил допустим крупную партию косточек абрикосов да я сижу а у меня-то практики такой нету одно меня смущает знаете что что там настолько климат близкий к субтропику как в школе проходили что это самое черноморская побережье эту субтропики только каспийская и вот получается что я пытался его сейчас объясню почему я предпочитаю статификацию она холоде она в темноте я в холодильнике в сыром песке создаю условия казалось бы невыносимые а всего вопроса не посадить она взойдет объяснение мое каждые несколько нет это каждая из этих самых к климатических резких изменений мы их называем ледниковой периоды приводил к тому что большинство деревьев погибало его чудо какие-то всходили а это же в данном случае хоть я не терпеть не люблю чарльза дарвина да потому что это вырезать него получилось в тысячи раз больше чем польза от его учения но с детства действительно так было все погибли а выжила косточка пошла расти почему пусть там сбой какой-то пусть это было брак в данном случае она взяла пролежала там говорим ледко периода несколько лет вот где-то там под землей то есть под снегом под подальдом под землей а еще таки постепенно по себе на это было где-то граница ледних и неледних южная европа это сибирь северная европа это лед более-менее климат оторвали африка и вот он движется сюда ледник отступает и вот постепенно я может сумбурно говорю постепенно приобретали новое качество и закреплялись именно те которые выживали после похолодания и санификацию придумал я о чудо два-три месяца абрикос лежит полной темноте в холоде но я все-таки боюсь и приплюсовой температуре но близко к нулю а если для которых и промораживает тоже схожесть бывает хорошая то есть создали условия искусственно но близких не к этим сегодняшним а сочи же этого не может быть посадил и вот я думаю а он свое доказывает не доказывает а ему попроще нельзя я посадил осень а весной зашли а я не знаю тепле взойдут или не взойдут или все-таки нужно более жесткие четкие условия которые уже отработаны нами современными садоводами отработаны есть холодильник или исповем а я вот не знаю все тогда я говорю давайте половину по вашему спросил когда у вас начинается цветение ответ там март месяц примерно давать тогда отстегнем 3 месяца садим допустим декабре но половину а половину все-таки так как я прошу куда в холодильник и я уверен что весной будет более трудная работа такая как сказать-то нудная кропотливая каждая надо которая взошла чтоб не переросла они бывают в холодильнике растут как ничем не мало близкая температура к нулю они растут тогда надо вовремя их извлечь и посадить 50 на 50 вот пока я про свою практику вот и никогда это мой принцип латинкова нет на свете я никогда не позволю себе говорить что я лучше латинкова или латинков это что-то не так делать поэтому на этом разговор закончен вы меня знаете никогда не услышите от меня я сравниваю и сказал все идем дальше а письмо продолжается и еще вот под расчесываются семян как мне с ними поступить с выступлением зимы укрывать надо самое интересное что мы в данном случае рассуждаем в общем почему а где откуда это письмо сейчас данный момент не знаю дам зашли саженцы видимо зашли не густо тем более цена каждого очень цена кстати вот те которые зайдут в следующий год если он принял меры против высшей никуда не деться на 2 года позже а те чтобы зашли попробуйте укрыть сопреют персики можно укрывать и то там есть хитрости вот я бы не могу укрывать вишни сливы но это нет надо умудриться чтобы они еще не замерзли дополнительная защита от ветра главное чтобы они сопрели а если тут глубокий снег а сейчас впереди зима пересаживать опасно высайба лучше пересадить а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok